Развитие отрасли культуры на курорте – одна из приоритетных задач. Интерес жителей к хорошей музыке, театру и кино равен интересу к спорту. И это очень важно для города, отметил Анатолий Пахомов во время встречи с Денисом Ацуевым. Ведь еще несколько лет назад многим сучинцам было неизвестно и непонятно творчество даже такого знаменитого деятеля искусств, как Юрий Башмет. Теперь же билеты на зимний фестиваль раскупаются за считанные дни. Многие даже специально приезжают на курорт, чтобы услышать симфонические произведения не в стенах театров. С маэстро Башметом выступает не менее выдающийся пианист Денис Мацуев, который также не мыслит жизни без своего фестиваля. Три дня в середине июля полны шедеврами мира музыки, не только классики, но и джаза. Старт фестивалю дала Олимпиада. Игры прошли, но осталось богатое для курорта наследие. Благодаря этой культурной Олимпиаде, благодаря культурной работе, которая здесь проводится, у нас поменялись люди. Они на самом деле стали культурнее в полном понимании этого слова. Они очень здорово разбираются сегодня в искусстве, в музыке. Они приходят и понимают ценность этого всего. От культуры плавно перешли к спортивной жизни курорта. Анатолий Пахомов рассказал об использовании олимпийских объектов, о заполняемости спортивных секций и о будущих надеждах футбольных и хоккейных команд города. Денис Мацуев, в свою очередь, отметил, что курорт преобразился во всем. Он стал краше, чище и жизнь его наполнена событиями. И это во многом благодаря позиции мэра города. Я помню в Сочи с 81-го года, когда я с бабушкой и дедушкой приехал на улицу Туннельная рядом с вокзалом. Мы там жили у наших близких знакомых. И потом, я, наверное, раз в 30 был, не меньше в Сочи. И кинотавр, и просто гастроли с оркестрами. Я отдыхал много раз. И фестиваль Крещенка, который стал постоянным. Я вижу, какие изменения. Я вижу, как публика ждет этого фестиваля. Я вижу, как публика стала образованнее, конечно, намного, чем было, скажем, лет 15-20 назад. Во время встречи была достигнута договоренность расширить рамки фестиваля Крещенка. Помимо гала-концертов, лучшие коллективы мира и известные музыканты будут общаться с воспитанниками городских музыкальных и школ искусств. Мы обязательно хотим сделать такие, так называемые, мастер-классы, куда приезжают лучшие профессоры нашей консерватории, так же, как из молодых уже выросли потрясающие музыканты, которые могут давать мастер-классы местным детям. Такие мастер-классы помогут выявить талантливых детей, которые в будущем смогут пополнить состав команды фестиваля, подчеркнул художественный руководитель и арт-директор Крещенка. Мэр Сочи такую идею поддержал, тем более, что на курорте, отметил Анатолий Пахомов, хорошие музыкальные школы, из стен которых уже вышли немало известных артистов. Татьяна Нагорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.